Давайте начинать. Я хотел сегодня поговорить про некоторые правила вычисления интегралов. Вообще, как я уже сказал, интегрирование и дифференцирование сильно отличаются по сложности этих операций. Дифференцирование функций – сравнительно простая операция, она довольно легко алгоритмизируется, есть вполне понятное правило, и если вам дали функцию, записанную в виде формулы, состоящей из арифметических операций и применения элементарных функций, всяких синусов, косинусов, экспонентов, алгоритмов, корней, возведений в степени и так далее, то вы можете достаточно быстро производную посчитать. С интегрированием не так. Теоретически есть алгоритмы, которые позволяют найти, первообразную, которую потом можно использовать для того, чтобы посчитать определенный интеграл. В случае, если он, в принципе, находится в элементарных функциях, ну, во-первых, он далеко не всегда находится, а во-вторых, универсальные алгоритмы настолько сложны, что они даже в компьютере не так, чтобы хорошо реализованы были. Поэтому, в общем, приходится, вместо того, чтобы опираться на какой-то простой и понятный алгоритм, опираться на какие-то эвристики. То есть есть какой-то набор приемов, какой-то набор преобразований, которые позволяют сводить одни интегралы к другим интегралам, более простым. Ну, и если вам повезет, то в конечном итоге его посчитать. Вот про два таких приема мы сейчас поговорим. Это не все, что бывает, не все, что знает человечество, но это, я бы сказал, два главных приема. И, в общем-то, в основном разные другие приемы фактически используют эти. Давайте я скажу, что это некоторые правила интегрирования. Некоторые способы интегрирования. Надо сказать, что они, вообще говоря, следуют из соответствующих правил дифференцирования, но выглядят гораздо более страшно. Давайте поговорим про первые из них, а именно замена переменных в интеграли. Значит, давайте представим себе, что у меня такая ситуация. Давайте я начну с такого примера. Смотрите, вот есть у меня функция, например, sinx. И, допустим, я хочу посчитать. Вот ее график, он как-то так выглядит. И, допустим, я хочу посчитать ее интеграл вот на участке от нуля до π. Значит, интеграл от нуля до π, sinx dx. Чему он, кстати, равен? Минус косинус, значит, первообразно от синуса это минус косинус. Это правда. И для того, чтобы посчитать этот интеграл, нам нужно что сделать? Подставить ноль и потом минус косинус. Ой, сначала π, а потом ноль. Да, значит, получается минус косинус в точке π вычесть минус косинус в точке ноль. Вот эту разность, я думаю, что вы на семинарах это уже обсуждали. Давайте я тоже скажу, что вот такую разность значения функции в двух точках часто обозначают вот так. Это удобное сокращение, конкретно в случае вычисления интегралов с помощью формулы Ньютон-Лейбница, чтобы не писать одну и ту же формулу дважды, как мне вот здесь пришлось написать косинус здесь и косинус здесь. Пишут вот так вот формулу, которая задает функцию, а дальше ставят палочку и пишут сверху то число, которое нужно подставить, чтобы получить вот это вот первое слагаемое, а снизу ставят то число, которое нужно, чтобы получить вот эту вот вторую штуку, которую вычитают. Вот. И что получается? Минус косинус пи. Косинус пи это что такое? Да. Значит, косинус пи это минус единица. Значит, получается 1 минус... Плюс 1. Да, потому что здесь будет снова минус 1. Значит, получается 2. То есть вот эта площадь равна 2. Да. Можете, пожалуйста, сейчас объяснить вот эту черточку пи 0. Какое она имела смысл? Значит, это просто обозначение вот такое. f от x в пределах от a до b это f от b минус f от a. Вот. Иногда прям уточняют, иногда прям пишут, если у вас там в функции несколько переменных, допустим, участвует. Иногда прям вот уточняют, что подстановка должна быть вот такая. Вот это то же самое. Значит, это просто удобное сокращение, когда вы пользуетесь формулой ньют и лепнется, вам нужно значение одной и той же функции посчитать в двух разных точках и вычислить из одного другое. Чтобы не писать, особенно если это какое-то громоздкое выражение, чтобы не писать его два раза, используют вот такое обозначение. В данном случае я говорю, что я в минус косинус подставляю пи, и это у меня вот эта штука. И я в минус косинус подставляю ноль, и это у меня вот эта штука. Для сложения есть подобные сокращения? Нет, не требуется. Это штука, которая специфична конкретно для вычисления интегралов, а там возникает именно вычитание, потому что формула ньют и лепнется так работает. Вот. Хорошо. Теперь смотрите. Ну, хорошо, это мы посчитали интеграл синуса. Давайте представим себе, что я хочу посчитать такую штуку. Вот. У меня есть другая функция, которая называется синус 2t. И давайте я нарисую ее график. Как будет выглядеть график. Ну, вроде бы к игрику смесь это все зажмется. Он будет сжат к игрику. Да. Значит, из-за того, что я здесь написал 2t, помните, у вас целая домашка была на всякие такие операции. И там, в частности, одна из операций состояла в том, что вот если вы аргумент умножаете на какое-то число, то график сжимается по вертикалу, вот в горизонтальном направлении сжимается во столько раз, насколько вы там умножили. И, соответственно, у нас картинка будет устроена как-то так теперь. Вот. И если меня теперь интересует площадь, которая будет соответствовать вот этой же картинке на графике, то откуда докуда я должен посчитать интеграл? Топи пополам. Топи пополам, да. Значит, вот она, эта у меня часть графика. Вот такая. Вот. Но, смотрите, вот с одной стороны хочется сказать следующее. Хочется сказать, что вот давайте мы просто возьмем и сделаем такую замену переменных. Давайте мы скажем, что вот мы умеем считать интеграл синуса. Да, и очень хочется свести вот этот вот интеграл синуса 2t к вот этому интегралу синуса х. И, в принципе, мы даже нашли, ну, то есть, понятно, интеграл в каких пределах должен быть. Значит, должен быть интеграл в пределах от нуля до пи пополам синус 2t. Ну, вот смотрите, как связаны вот эти два интеграла. Вот этот интеграл и вот этот интеграл. 2t равно х. 2t равно х. Это да, это как бы та замена, которую мы использовали. И еще, ну, dt можно выразить там, ну, то есть dt dx тоже нужно. Да. Ну, вот давайте сейчас чисто геометрически посмотрим. Как связаны эти два интеграла, если думать про них, как про площадь вот этих вот кусочков? Ну, они равны. Так такие равны? Вот конкретно вот этого интеграла и вот этого интеграла? Кажется, один больше другого в два раза. Да, смотрите, ведь у нас вот этот график, он получился из вот этого графика путем сжатия в два раза. Поэтому вот этот интеграл, который у нас вот здесь получился, он на самом деле вдвое меньше, чем вот тот интеграл, который у нас был. То есть, смотрите, вот когда мы сделали эту замену переменных, 2t равняется х, у нас не только изменились пределы интегрирования, что логично. Потому что у нас здесь х менялся, у нас здесь, если мы делаем такую замену переменных, у нас здесь t меняется от 0 до π пополам. Ну, понятно, что х будет меняться от 0 до π при вот таком соответствии. Но этого недостаточно. Недостаточно просто исправить пределы. Нужно учитывать еще, что при вот такой замене изменилась площадь соответствующей фигуры. Потому что сама по себе эта фигура, она, ну вот если я смотрю на замену, значит, вот в эту вот сторону, да. Вот для этого интеграла, вот площадь вот этого интеграла оказалась вдвое больше, чем площадь того интеграла, который мы искали. Может вопрос, а почему мы здесь можем взять и просто заменить? Ну, вот это вот равенство я сейчас обосновываю просто глядя на картинку. Я знаю, что вот эта вот штука, эта площадь вот такой фигуры, эта фигура получена из вот этой фигуры сжатием в два раза. Поэтому я знаю, что вот эта площадь в два раза меньше, чем вот эта площадь, а вот эта площадь задается вот таким интегралом. Поэтому здесь вылезает константа 1, 2. Значит, как бы я пытаюсь продемонстрировать, что мы столкнемся с каким-то вот таким вот эффектом, связанным с изменением площадей при замене переменных, если мы попробуем делать вот что-то типа замены переменных в интеграме. Как это делать аккуратно, мы сейчас обсудим. Но сейчас я просто демонстрирую некоторые эффекты. А вот с точки зрения формулы Ньютона-Лебница, почему здесь равенство? Ну, то есть, если мы раскроем вот слева, вот с Т, вот ставим туда буквы валами 0, право раскроем. А давайте посмотрим, да. Мы на два еще должны будем поделить, получается. Давайте посмотрим, что с точки зрения формулы Ньютона-Лебница, тут все хорошо. Смотрите, значит, кто такой? Значит, давайте посмотрим, кто такая первообразная для синусу 2t. Минус косинус 2t на новое? Ага. Значит, вот из-за того, что у нас здесь в аргументе оказалось 2t, нам нужно использовать теорему производной сложной функции. Поэтому, на самом деле, она будет не просто минус косинус 2t. Нам нужно будет его еще поделить на 2, чтобы, когда мы дифференцируем, у нас эта двойка, она вынесется сюда, как производная внутренняя функция. И она должна сократиться с вот этой штукой. Поэтому, как раз, когда мы будем применять формулу Ньютона-Лебница, у нас как раз вот это деление на 2 тут и вылезет. То есть мы получим, что вот этот интеграл, что интеграл от 0 до пи пополам синус 2t dt, что он как раз равен минус косинус 2t пополам в пределах от 0 до пи пополам. И это равняется чему? Заметьте, что значения косинуса, которые у нас стали получаться, такие же, как и были, потому что у нас пределы интегрирования модифицировались таким образом, чтобы верхний предел при подстановке в 2t дает тот же самый верхний предел, который у нас был вот здесь, вот этот пи. Единица будет. Поставлять мы будем то же самое, что и раньше, но за счет вот этого деления на 2 мы получим другой ответ, именно мы получим ответ единицы. Вот. Поэтому с точки зрения формулы нет лебницы тоже все хорошо. Вот. Хорошо. Смотрите. Значит, давайте я сформулирую теорему, которая, в принципе, отвечает на вопрос о том, как преобразуются интегралы при замене переменных, точнее, как их нужно преобразовывать. Давайте рассмотрим функции у равняется f от t и t равняется h от x. Давайте я потребую, чтобы h была дифференцируема. Нет, обгажается. Значит, пусть h дифференцируема на отрезке ab. Ну и давайте я для определенности потребую какую-нибудь монотонность. Давайте пусть она будет монотонной. f интегрируема на ab. Тогда справедливо такое равенство. Интеграл от... Так, сейчас. f должна быть интегрируема. Значит, у нас h... Неправильно я написал. Не на отрезке от a до b, а на отрезке h от a, h от b. Значит, тогда справедливо такое равенство. Интеграл вот по такому отрезку от a до b. f от x на h' от x dx. Вот такая формула. Значит, давайте, может быть, чтобы было более понятно, чтобы эта формула не казалась слишком страшной, давайте посмотрим на то, как эта формула связана с предыдущей формулой, с предыдущим примером. Значит, что здесь у нас происходит? Здесь у нас есть... Давайте смотреть. Значит, вот у нас один интеграл. Давайте я напишу в примере выше, что у нас происходило. Значит, что такое функция, что такое функция h у нас в примере выше? Вроде 7x. Сейчас. Нет, смотрите, h это функция, которая связывает две переменные. Значит, у меня t, значит, у меня здесь t связано так. Значит, мне нужно, чтобы h это была функция, которая x переделывает в t. Значит, замена у меня была 2t равняется x, то есть t равняется x пополам. Значит, h вот... x равняется x пополам. Дальше. Функция f. Это функция от t. Это у меня была функция синус 2t. f от t равнялся синус 2t. И, соответственно, формула принимает такой вид. Да, отрезок от a до b. Это у меня отрезок, на котором меняется x. То есть у меня было a равняется 0, a b равняется чего-то, p. И получается такая штука. Значит, вот у меня слева получается интеграл от 0 до π пополам. Синус 2t до t. И он равняется интегралу... Здесь отрезок изменений x, то есть от 0 до π. Здесь будет синус от h от x. То есть я должен функцию синус 2t вместо t подставить x пополам. И дальше h штрих от x – это просто 1 вторая. И вот видно, что то, что у нас было выше, это в точности та же самая формула, которая написана тут. Та 1 вторая, которая у нас там вылезла при сравнении площадей, это производная вот этой функции h. Согласны? А можно очень глубокий вопрос попасть к старому? Можете вернуть математику там, где вы читали первообразную для синуса? Да, вот первообразную для синуса 2t, а вот это вот ниже чуть-чуть. Чуть ниже. Нет, ниже в другую сторону. А, вот это. Да, вот. Можете объяснить, почему здесь единица получается? Потому что, ну, как бы... Ну, смотрите. Ну, мы же подставляем косинус 2 на π пополам. Это косинус 1 от π, это получается 0, минус 1 на вторая. Нет, не 0. Косинус π – это минус единица. Смотрите, π – это развернутый угол. Вот это вот. π – это вот эта точка. Здесь у косинуса минус единица значения. Вот. Хорошо. Получим, можно вопрос просто по тому, как формула строится? Получается, что h' от x на dx – это как бы dt на dx на dx, и dt выходит? Да, на самом деле, на самом деле, действительно, вот эта вот штука, которая здесь записана, это на самом деле результат, то есть вот если мы смотрим на вот этот dt и думаем про t как про функцию от x, то dt, значит, вот кто такое dt? Если думать про dt как про дифференциал некоторой функции t, которые есть h от x, то dt – это по определению дифференциала h' от x по dx. И действительно, вот это вот как раз ключевое место, которое позволяет вам переписать, значит, которое позволяет вам записать это равенство. Вот это вы правильно заметили. У этого есть глубокий математический смысл. Но мы сейчас еще поговорим про это равенство. Оно у нас сейчас… Мы сейчас увидим, откуда оно берется, когда будем доказывать эту теорему. Вот. Ну, как, по крайней мере, видно, что та формула, которую я сейчас записал, она, по крайней мере, согласуется с тем примером, который у нас был выше, чтобы вам не казалось, что она совсем как-то с потолка мнеилась. Ну, давай теперь попробуем ее доказать. Значит, чтобы ее доказать, мне нужно нарисовать такую картинку. Главное – нарисовать правильную картинку в этой науке. Смотрите, значит, вот у меня есть функция… Здесь у меня есть t, и тут у меня есть какая-то функция f от t. А еще у меня есть отдельно ось x. И давайте посмотрим, чего у меня тут такое есть. Значит, на оси x у меня есть отрезочек ab. Дальше. У меня есть отображение из x of t, которое как раз называется h. Значит, а под действием h переходит в точку h от а. А b под действием h переходит в точку h от b. И здесь вот у нас есть как раз тот интегральчик, который стоит в левой части равенства. Вот такой интеграл. Вот такой интеграл. Вот. Теперь смотрите. Значит, что такое функция f от h от x? Что такое вот эта функция? Это такая штука. Я выбираю точку x. После этого я действую отображением h, попадаю вот сюда. И здесь вычисляю значение моей функции f. Давайте теперь посмотрим, как... Значит, можно теперь, на самом деле, хочется построить график в координатах x, построить график вот этой функции... Хотя ладно, не будем еще строить этот график. Давайте просто запишем какие-нибудь интегральные суммы. Значит, вот я разбиваю мой отрезок интегрирования. Давайте я разобью сейчас вот этот вот отрезочек. Давайте я разобью на... А, хотя нет, давайте вот этот отрезок разобью на кусочки. Значит, вот у меня здесь будет t, здесь у меня будет t1, t2 и так далее. Здесь будет t. И вот у меня возникает мое разбиение. Значит, рассматриваем разбиение. Сейчас, давайте поймем, откуда нужно начать. С какого разбиения нужно начинать. Давайте все-таки рассматриваем какое-то разбиение здесь. x1, x2 и так далее. И давайте скажем, что вот эти вот точки t выбираются как образы вот этих иксов. Значит, рассматриваем разбиение отрезка А, B. Пока оно не размечено. Значит, пока просто вот такая вот штука. x0, x1 и так далее, xn. Значит, у нас есть разбиение здесь, и у нас есть разбиение тут, которое ему соответствует. t0, t1 и так далее, tn, tn это h от B, t0 это h от A, а вообще tk, t это h от xk. Извините, у нас h от N совпадает с B, а t0 с A, да? С концами отрезками. Да, значит, у нас h, значит, у нас нулевые, нулевые эти самые отрезки разбиения совпадают с левым концом, n совпадают с правым концом. Значит, я сейчас на картинке считаю, что у меня h возрастает для простоты. Значит, без ограничения общности h возрастает. Обратный случай рассматривается аналогично. Так, а что это значит? Непонятно немножко. Что значит что? Ну, h возрастает. Ну, смотрите, у меня два варианта. Значит, я потребовал, чтобы h была монотонной. У меня два варианта. Либо h возрастает, то есть правой точке здесь соответствует правой точке здесь. Либо наоборот. Если h убывает, то у меня вот эта точка будет отображаться сюда, а вот эта сюда. Вот. Но это просто потребует перерисовки картинок и, возможно, замена каких-нибудь формул на очень похожие. И я рассматриваю сейчас только тот случай, когда h возрастает. Другой случай абсолютно так же будет рассматриваться. А можете к теореме быстренько вернуться? Да, давайте. Я не увидел то, что h монотонная. Вот монотонная. Все, спасибо. На самом деле, это некоторые технические условия, которые мне сейчас понадобятся для того, чтобы картинки рисовать. В принципе, можно доказывать, что это логично, и если h не монотонный. Итак, значит, я взял какое-то разбиение отрезка А, B и как бы подействовал на все это разбиение, на все точки этого разбиения отображением h. В результате разбиение отрезка А, B превратилось в какое-то разбиение отрезка h от А, h от B. Значит, соответственно, мы их называем вот здесь вот. У нас есть х, а здесь у нас есть тэшки. Вот. Теперь смотрите. Мне сейчас вот чего понадобится. Я хочу написать интегральные суммы для двух моих интегралов. И на самом деле я хочу показать, что если эти интегральные суммы выбирать некоторым хорошим образом, то у меня получится в точности совпадающая интегральная сумма. Ну, давайте посмотрим, как это сделать. Вот, смотрите. Вот у меня есть интегральная сумма для интеграла f от t, dt по отрезку от А, B. И эта интегральная сумма будет выглядеть так. Значит, давайте я напишу так, что для некоторых, значит, для некоторых разметок. Сейчас я говорю, что у меня будут какие-то разметки моих разбиений. Значит, вот у меня есть разметка x1 со звездочкой и так далее, xn со звездочкой. Я на прошлой лекции вот эти отмеченные точки, в которых мы будем считать значения функций, обозначал z катами. Но сейчас, поскольку у меня здесь есть две переменные, чтобы не плодить буквы, я их просто обозначаю вот таким образом. То есть у меня вот здесь, вот здесь вот отмечены x1 со звездочкой, x2 со звездочкой и так далее. Здесь где-то будет xn со звездочкой, а вот здесь отмечены соответствующие тэшки со звездочкой. Значит, вот эти вот буквы со звездочкой обозначают соответствующие точки разметки. Тэшки, в которых мы будем считать значения функций. Я их сейчас выберу некоторым хорошим образом, но пока что я предлагаю выбрать какие-нибудь и посмотреть, как будут записаны интегральные суммы. Значит, рассмотрим интегральные суммы. Ну, давайте вот для интеграла от а до b, f от t, dt. Как выглядит интегральная сумма? Сумма пока от 1 до n. Что здесь нужно написать внутри суммы? У нас же сумма от а от а до а от b, а не а от b. К моему, так. Интеграл, да. Да, вы правы. Здесь должно быть от а от а до а от b. А сумма интегральная как записывается? Нет. Значит, вот если просто я беру вот такой интеграл, я беру вот такое разбиение, я беру вот такую разметку на этом разбиении. Как записать интегральную сумму? Мы уже с диаметром или как? То есть, мы должны сказать, это xk, t минус xk, точнее, xk плюс 1 минус xk, минус 1 умноженное на f от t1, t от k со звездой. Да, но только сейчас у нас здесь будут т-шки, поэтому здесь мы будем писать, что это сумма значений f в точке tk умножить... Со звездой. Со звездой. Со звездой, да. Со звездой, да, согласен. Умножить на что? На разность, ну, между tk и tk минус 1. Да, давайте мы ее обозначим через дельта tk. Значит, вот как обычно у нас обозначаются. Значит, у нас сейчас дельта tk, t, это и есть tk, t минус tk минус 1. Хорошо, значит, действительно, интегральная сумма, которая соответствует левому интегралу, записывается именно таким образом. Теперь давайте я, на самом деле, хочу ее некоторым образом преобразовать, эту интегральную сумму. А именно, ну, смотрите, во-первых, мы знаем, что вот эти вот ткаты со звездочкой, это... А, да, пока еще не знаем. Значит, давайте вот посмотрим на вот эти вот дельта ткаты. Как они связаны? Вот у нас есть разметка вот эта, и у нас есть разметка вот эта, иксовая. Вопрос, как связаны длины вот этих отрезочков, дельта ткаты? И давайте посмотрим на длину соответствующих отрезочков дельты xкаты. Значит, вот дельта xкаты, это и есть xкаты минус xk минус 1. Да, то есть вот смотрите, значит, вот у нас есть, вот у нас есть наши отрезки xкаты, вот, например, x1, и под действием отображения h этот отрезок переходит в отрезок, значит, вот этот вот, от t1 до t2. Ну, получается, обратная функция. Ну, если бы мы хотели бы от вот этой точки переходить сюда, то да, нам нужно было применить обратную функцию. Но сейчас меня интересует вот что. Я уже знаю, что отрезок, вот этот отрезок, он является образом вот этого отрезка. Мне, как бы, вот эти вот точки x1, x2 находить сейчас не нужно. Они у меня изначально заданы, потому что я с самого начала сказал, давайте рассмотрим какое-нибудь разбиение вот здесь. И по нему строил вот это вот разбиение тэшек. Мой вопрос такой. Как связаны длины вот этих отрезочков с длинами вот этих отрезочков? Ну, как бы относится длина дельта x к дельта t как функция, ну, как h от дельта x. Так как h возрастает, то чем меньше расстояние между х, тем меньше расстояние между тэшками. Если расстояние стремится к нулю, то и расстояние между тэшками стремится к нулю. То, что если расстояние стремится к нулю здесь, то расстояние стремится к нулю здесь – это правда. Этим мы сейчас воспользуемся. то, что вы перед этим сказали, не совсем правда, потому что у нас вот это вот отображение может быть нелинейным, оно может, например, сжимать вот здесь и где-нибудь растягивать, где-нибудь вот так вести. Ну да, ну в плане несвязанных функций, да, это точно не линейный, ну это про линейность это, да, понятно. Да, но тем не менее у нас есть способ, как, по крайней мере, оценить, как связаны эти длины этих отрядочков. Значит, давайте я, может быть, вот прям крупно нарисую эту картинку. Значит, вот у меня есть x, вот у меня есть t, вот здесь вот у меня есть какой-то x k-1, здесь у меня есть x-катый, а тут я действую в функции h и получаю tk-1, tk-1, tкатый. Значит, вот эта разность это дельты x-катый, а вот эта разность это дельты t-катый. Вопрос, как связаны дельта t-катый и дельты x-катый? Может быть, если дельта tk-t поделить на дельта x-катый, то будет какой-то производный, допустим, оттаж или от чего-то еще? Можно попроще это сказать в целом? Я не знаю, но тут есть подвох, но в целом дельта t-катый, это получается h от x-катый минус h от x-катый, минус первое. Это совершенно правда, да. Давайте давайте запишем. Но это первый шаг. Значит, дельта t-катый это есть h от x-катый минус h от x-катый. Это правда. И еще я помню, что кто-то говорил что-то про производную. То ли h, то ли еще чего-то. Все-таки что за производная? Ну, если дельта t-катый поделить на дельта x-катый, то я сказал, что это будет производная от h, а в какой точке надо подумать. Так. Значит, если мы поделим если мы поделим дельта t-катый на дельта x-катый на дельта x-катый получается вот такая вот штука. Получается теорема Лагранжа? Да. Совершенно верно. Ну, то есть, смотрите, на самом деле на эту штуку можно думать про эту штуку можно думать двумя способами. Можно сказать так, что когда дельта x-катая маленькая, вот это отношение оно будет стремиться к производной функции h в точке, допустим, x-к минус первая. С другой стороны, можно сказать, ну, будет стремиться, то есть, вот это вот равенство, ну, то есть, если бы я хотел бы написать, что вот это вот равно производная, я должен был бы написать что-то вроде, что это примерно равняется производной h-штрих в точке x-к минус 1. Вот. Написал примерно равно, потому что, потому что, ну, вот в пределе оно равно, если я устремлю размер разбиения, устремлю к нулю, то тогда будет это равенство выполняться все точнее и точнее. Но для конечных разбиений это равенство только примерно. И, в принципе, на этом пути можно было бы, можно было бы тоже теорему доказать. Но, действительно, я сейчас предпочту воспользоваться теоремой Лагранжи, а именно сформулировать строгое равенство, сказать, что вот эта вот штука, она в точности равна чему? Ну, производной некоторой, некоторого это, ой, ну, короче, производной, которая, от точки, которая лежит между х, нет, тк-1. Сейчас, давайте смотреть. Как работает теорема Лагранжа? Она говорит, что, она говорит, что найдет, существует... А нет, наоборот, хк-1. Да, найдется точка вот здесь, найдется такой аргумент нашей функции, к которой мы применяем теорема Лагранжа. Найдется такой аргумент, что в этой точке производная ровня как раз вот этому отношению приращения. Равняется h' и давайте я скажу, что хорошо, давайте я пока обозначу вот так x-катой с крышкой. И здесь я напишу, что существует такой x-катой с крышкой, принадлежащей интервалу от x-к минус 1 до x-к, что вот это равенство верно. Здесь есть такая точка. Значит, это теорема Лагранжа. На конечных приращениях. Все согласны? Все видят, что это теорема Лагранжа? Да, это видно. А можно еще раз, как мы именно отношения получили предыдущие? Сейчас, как мы получили вот это отношение? Да, вот это. Ну, в смысле, я захотел и записал, я сказал, давайте рассмотрим вот такое отношение. Давайте посмотрим, во сколько раз вот этот вот отрезочек больше, чем вот этот отрезочек. Ответ. В производную число раз, он больше, если производную брать в правильной точке. Ну, вот второе отношение. Вот это? Да. Смотрите, ну, кто такой дельта тк? Поскольку у нас т-шки являются образом х под действием h, то, значит, кто такой вот это дельта тк? Это разница между вот этой точкой и вот этой точкой. Но вот эта точка, это есть h от хк, тк это есть h от хк. tk минус 1, это есть h от хк минус 1. Мы их так выбирали. Поэтому то, что написано в числителе, это просто разница между значениями функции h в соседних точках, а в знаменателе это просто разница между их, соответственно, прообразами. Понятно, спасибо. Ну, хорошо, теперь смотрите. Давайте теперь вернемся к вот этой интегральной сумме. Смотрите, значит, на самом деле, чего я теперь хочу сделать. Вот я знаю, что у меня найдутся вот эти вот хк тк с крышкой. Давайте я возьму в качестве... Я вот здесь вот говорил, что я возьму какие-то разбиения. И давайте я возьму конкретные разбиения. Здесь я пользуюсь тем, что мои интегралы существуют. И на самом деле здесь некоторое тонкое место в доказательстве, которое я не вполне обосновываю. Я потребовал изначально интегрируемость только функции f, и по-хорошему мне нужно было бы доказывать интегрируемость вот этой штуки. Но я этого дела сейчас не буду, вместо этого я просто ее пропостулирую. Если я верю в интегрируемость, то тогда вопрос о том, как именно выбирать разметку, остается полностью на мое усмотрение. Я знаю, что если функция интегрируемая, то как там разметку не выбирай, все равно интегральные суммы сойдутся к интегралу. И я сейчас воспользуюсь вот этой свободой выбора разметки. А именно я скажу, что давайте мы в качестве вот этой разметки из вот этих вот х, значит, мы эту разметку получим просто из вот этих вот точек, которые мы получили вот здесь из теоремы Лагранжа. А вот эту разметку т-шек мы получим как образы тех точек под действием отображения h. Значит, возьмем точки х1 с крышкой и так далее, хn с крышкой как разметку. То есть я просто говорю, что у меня та х1 со звездочкой, которую я обещал там рассмотреть, пусть будет просто равна х1 с крышкой и так далее. хn со звездочкой пусть будет просто равна хn с крышкой. И в качестве разметки на отрезке, где бегает переменная t, я возьму просто образы этих точек. Значит, вот здесь я сейчас пользуюсь монотонностью моего отображения. Ну, на самом деле, я им много где пользуюсь. Я им в целом пользуюсь, когда я говорю, что у меня образ отрезка вот здесь является отрезком вот здесь, я пользуюсь монотонностью. И сейчас, когда я говорю, что у меня вот я здесь взял точку на вот этом отрезке, подействовал на него отображением моим, я получил точку на вот этом отрезке, что она не убежала куда-нибудь сюда или сюда. Я при этом, конечно, пользуюсь монотонностью моего отображения. Вот. Можете, пожалуйста, еще раз повторить, как мы пользуемся монотонностью? Ну, смотрите, вот я сейчас сказал, что вот у меня вот здесь вот определены какие-то точки, они у меня возникли с террором лагранжи. А теперь я сказал, что я хочу соответствующую им разметку определить вот на этом отрезке. А именно, я говорю просто, что я беру каждый из вот этих вот точек, действую на эту точку отображением H и получаю какие-то точки здесь. Для того, чтобы вот этот набор точек был разметкой вот этого разбиения, мне нужно, чтобы вот эти точки, вот, например, вот эта точка X1-созвилочка, она лежала вот здесь на первом отрезке. Так положено, значит, когда я ввожу разбиение и его разметку, точки, которые принадлежат разметке, они обязаны лежать на соответствующих отрезках моего разбиения. Соответственно, я пользуюсь сейчас монотонностью, когда говорю, что образ вот этой точки, он будет лежать внутри отрезка, концами которого являются образы вот этих точек. То есть, как бы, у меня весь вот этот отрезок, он под действием H перешел в отрезок здесь, и, в частности, вот эта точка на этом отрезке перешла внутрь этого отрезка. Теоретически могло бы так оказаться, если бы я не накладывал условия монотонности, что вот эта точка перешла куда-нибудь вот сюда, и тогда ее образ нельзя было бы использовать в качестве элемента разметки разбиений. Потому что когда мы говорим, что у нас есть какое-то разбиение, есть его разметка, мне важно, чтобы каждая точка разметки принадлежала соответствующему отрезку разбиения. Спасибо. Вот. Итак, смотри, теперь что получается. Давайте я еще раз напишу мою интегральную сумму, которая у меня была здесь. k от 1 до n. Значит, была такая интегральная сумма. f от tk со звездочкой дельта tk. Теперь смотрите. Дальше я пользуюсь тем, что у меня теперь разметка не абы какая, а вот такая. Давайте посмотрим, что у меня происходит. Во-первых, эта сумма оказывается равна k от 1 до n. f, значит, вместо tk, t со звездочкой, что я сейчас могу написать, ну, вот это h от x с крышкой. Да, давайте я здесь даже буду не крышки рисовать, а тоже звездочки. Это одно и то же. Мы только что сказали, что это будет одно и то же. Но мне сейчас, я сейчас буду подставлять именно звездочки. Значит, это есть сумма f от h от x к t со звездочкой. Дальше, нужно умножить на дельта tk. А что такое дельта tk? Давайте я себе чуть-чуть место освобожу. Давайте выразим дельта tk из вот этой формулы. Ну, это h, производная h от x к t со звездочкой на дельта x к t. На дельта x к t, совершенно верно. А теперь давайте посмотрим на вот эту штуку. Смотрите, здесь есть, вот здесь есть x к со звездочкой. Давайте я сейчас чуть-чуть это еще сдвину. Смотрите, вот тут вот есть тоже какая-то сумма в дельта x к t умножить на какую-то штуку. Вопрос. Вот эта вот сумма, она интегральная сумма кого? Значит, вот эта вот штука, эта штука, которая соответствует интегралу от f от a до f... Нет, не от f, а от h. Вот h от a до h от b. f от x dx. Ну, а второй – это интеграл от b до a от f от h от x на h штрих dx. Ага. f от h от x. h штрих от x dx. Смотрите, вот эта вот штука... Извините, а у нас разве должна быть f от t быть в первом? Должна быть, должна быть df от t, конечно. Ну, то есть, в принципе, неважно, что тут написать, но для нашего доказательства, конечно, гораздо понятнее будет, если здесь будет написано t. Да, вы правы. Вот. Значит, смотрите, вот эта вот штука... Это что такое? Это вот эта функция, в которую вместо x подставили x ка со звездочкой. x ка со звездочкой – это как раз какая-то разметка разбиения, а дельта и x ка – это соответствующая длина отрядочков разбиения. То есть, то, что написано вот здесь, это в точности интегральная сумма для вот этого интеграла. Извините, а можете еще раз объяснить, откуда вот во второй сумме взялась дельта и x ка? А вот мы ее выразили вот из этой формулы. Смотрите, мы специально подбирали так точки x, вот эти вот точечки x ка со звездочкой, что выполняется такое равенство. Дельта и t ка разделить на дельта и x ка равняется h штрих вот в этой самой как раз точке разбиения. Я поняла, мы просто домножили. Спасибо. Да, а дальше мы просто выразили, мы просто сказали, что вот эта штука равняется вот этой штуке умножить на вот эту штуку. Совершенно верно, да. Давайте я здесь напишу. Тогда дельта и t ка равняется h штрих в точке x ка со звездочкой умножить на дельта и x ка. То есть смотрите, что получается. У нас есть две интегральные суммы, которые соответствуют двум интегралам. вот этому интегралу и вот этому интегралу. Эти две интегральные суммы просто равны. Они даже не примерно равны, они просто в точности равны. Дальше. Если мы сделаем мелкое разбиение вот здесь, вот тут вот, то вот это разбиение, оно тоже будет мелким. Ну, у меня сейчас тут так нарисовано, что у меня как бы вот эта вот функция сжимает, она, конечно, не обязана сжимать, она могла бы растягивать. Но, опять же, благодаря вот этому равенству, ну, на самом деле, даже не благодаря этому равенству, а благодаря просто непрерывности функции h, благодаря непрерывности функции h, я могу потребовать, чтобы, если вот здесь вот разбиение мелкое, то и вот тут вот будет разбиение тоже мелкое. Это тоже тут нужно немножко аккуратно действовать. Я на самом деле тут пользуюсь каким-то условием типа равномерной непрерывности. Ну, давайте, может быть, для простоты я потребую, чтобы производная была бы непрерывной на всем отрезке от А до Б. И тогда можно сказать так, можно сказать, что производная функция h была бы непрерывной. И тогда можно сказать, что у производной есть обязательно точка максимума, и тогда вот эта вот производная, она ограничена, и тогда вообще все хорошо, потому что это означает, что у меня отрезки разбиения, они растягиваются не более, чем в максимум вот этого h-штрих. И поэтому, если я, если у меня одно разбиение становится маленьким, то и другое разбиение становится маленьким. Поэтому дальше я могу сказать, что вот эта штука стремится к такому интегралу, вот эта штука стремится к такому интегралу. Значит, при... там, дельта х-ката стремящимся к нулу. Ну, хорошо. Давайте я напишу здесь максимум дельта х-ката. Вот. Ну и все. Собственно говоря, отсюда и понятно, что вот этот интеграл должен равняться вот этому интегралу. Как, похоже это на правду? Да, похоже. То есть вот эта вот производная, которая у нас здесь вылезает при этой замене переменных, она вылезает не просто так, она вылезает ровно из-за того, что она показывает, во сколько раз меняются отрезочки при этой замене переменных. То есть она как раз возникает ровно вот из-за того эффекта, о котором мы говорили в самом начале, что когда мы делаем замену переменных, у нас на самом деле функция, как бы ее график у нас на самом деле как-то искажается. Но вот в простейшем случае при линейных заменах переменных график просто сжимается или растягивается во сколько-то раз. В случае нелинейной замены переменных что-то похожее происходит, но только не со всей функцией, а вот с отдельными отрезочками интегрирования. У нас отрезочки интегрирования, они как-то сжимаются или растягиваются, и из-за этого вот в этом интеграле возникает вот этот сомножитель H' который как раз и показывает, во сколько раз они сжимаются или растягиваются. Вот, поэтому возникает вот такая форма. Попутно, кстати, видно, откуда берется, вот если посмотреть еще раз на вот это равенство с дифференциалами, вот можно сказать, что у нас, если T это есть H от X, то DT это есть H' от X dx. Значит, это как бы определение дифференциала. Ну, не определение, но, в общем, штука, которая мгновенно следует за определением. Ну, собственно говоря, что вот это равенство означает? Оно как раз и означает то, что маленькие отрезочки вот здесь, вот эти вот маленькие отрезочки, они получаются из маленьких отрезочков вот здесь путем умножения на производную. То есть фактически вот это равенство это такой предел вот такого равенства, вот этого равенства. И, в принципе, вот эта теорема, она показывает, что идея таскать с собой вот эти вот DT и DX, что это очень правильная идея. Ровно потому, что если бы мы этого не делали, то делать эту замену переменных было бы немножко сложнее, потому что вот это, то, как преобразуются вот эти дифференциалы, как раз показывает, как нужно делать замену переменных в интеграли. То есть в некотором смысле ключевая формула вот эта. А дальше уже все выводится. Ну и на практике обычно довольно часто пишут какую-нибудь такую вещь. Давайте пример приведу. Допустим, мне нужно посчитать какой-нибудь вот такой интеграл. Скажем, от нуля до единицы. Как правило, эту формулу, которую я сейчас выписал, давайте я ее еще раз верну. Вот она, эта формула. Как правило, ее применяют, так сказать, справа налево. То есть говорят, что вот у нас было какое-то сложное выражение. Давайте я его сейчас скопирую. Эту штуку. Значит, как правило, нам нужно посчитать интеграл от какого-то сложного выражения. И мы замечаем, что вот это сложное выражение имеет вот такой вот вид. После этого мы делаем замены переменных, которые приводят этот интеграл вот из такого вида к вот такому виду. Ну, давайте посмотрим, что здесь получается. Значит, вот это вот выражение е в степени х квадрата умножить на х dx. Но на что похоже? h от х, это мы возьмем х квадрат. Да, но не совсем х квадрат, потому что если мы возьмем х квадрат, то здесь возникло бы в качестве производной h штрих возникло бы не х, а 2х. Поэтому х квадрат не было. Прямо же можно... Можно много просто поделить. Да. Ну, давайте смотреть. Да. Окей. Обычно делают так. Обычно говорят, что вот эта вот штука это типа интеграл от нуля до единицы е в степени х квадрат dx квадрат. И здесь пишут сразу одну вторую. Вот так вот. Это на самом деле короткая запись для вот такой вот штуки. Ну, то есть, если вас такая запись смущает, то можно все-таки расписать это более подробно, а именно сказать, что это есть одна вторая интеграл от нуля до единицы е в степени х квадрат на х квадрат штрих на dx. Вот. После этого можно сделать... Откуда берется одна вторая? Можете пояснить, пожалуйста? Ну, смотрите. Давайте посмотрим на вот эту формулу. Когда я буду считать производную от х квадрата, я получу 2х. У меня здесь был просто х. Чтобы получить просто х, мне нужно еще поделить пополам. Так, ответил? Сейчас. А вот у нас же там должно быть f от h от х, да, Вич? Должно быть, да. И оно сейчас будет. У нас сейчас будет h от х. Вот, давайте, смотрите. Я здесь сейчас делаю замену переменных. t равняется х квадрату. То есть h от х равняется х квадрату. И в качестве f у меня будет вот эта экспонента. f от t. f от t. Это будет e в степени t. И вот, смотрите, все работает. Значит, вот сейчас у меня здесь написано вот эта вот штука. Это вот эта штука. Видно? С вот так выбранными f и h. Да, видно. Вот. Дальше. Вся вот эта вот штука, если ее поделить пополам, то это будет в точности мой исходный интеграл. А откуда еще одна вторая взялась? Одна вторая взялась из-за того, что, вот смотрите, если бы я ее не написал, давайте смотреть. Вот у меня есть написан х квадрат штрих. А когда я дифференцирую х квадрат, у меня получается 2х. А здесь был просто х. Поэтому мне нужно поделить пополам, чтобы скомпенсировать вот эту двух. То есть мы здесь просто под формулу подстроили, под вторую часть формулы. Подстроили под формулу. Да, да, да. То есть вот сейчас вот это вот все преобразование, вот в этом преобразовании мы формулу еще не использовали. Мы использовали просто, мы просто заменили х на х квадрат штрих и дополнительно еще поделили пополам, чтобы равенство было верным. Пока что вот здесь никакая формула замены переменных не использовалась. Это можно как-то в общем виде вот это одно второе как-то в общем виде показать, что это х делить на h штрих от х. Это вообще справедливо. Меня тоже, честно говоря, немножко смущает, что как бы наши даткоэффициенты разные, да, будут каждый раз, когда мы будем решать задачи. Ну да. Ну, как бы вы увидите, что вам нужно на что-то поделить и поделите. Есть какая-то формула, чтобы это представить? Потому что, честно, с одной второй так до конца и не поняла. Нет, ну смотрите, ну вот, ну, сейчас. Ну, смотрите, ну вот вы согласны с тем, что вот это равенство, вот это вот равенство верно? Ну, наверное, да. Но вы не уверены? Давайте проверим. Давайте проверим, что оно верно. Вот смотрите, одна вторая, интеграл, да, сейчас, е в степени х квадрат на х квадрат штрих dx. Давайте посчитаем, значит, вот у меня х квадрат штрих dx написан. Давайте посчитаем, давайте посчитаем, кто такой х квадрат штрих? Какая производная от х квадрата? 2х. 2х, отлично. Теперь смотрите, значит, вот у меня здесь возникает вот эта двойка, да, можно ее вынести за знак интеграла. константу можно выносить за знак интеграла. Вот я ее вынес. Она тут чрезвычайно образом сократилась с этой одной второй. В результате получилась вот такая штука. Ну да, я вижу. А если бы там была какая-нибудь вообще суперсложная функция? Интегрирование это искусство. Значит, нет универсальных правил, которые позволяют посчитать любой интеграл. Хорошо. Вот. Итак, ну давайте, да, еще был вопрос. Я хотела спросить, а мы почему можем вот константу выносить как бы за знак интегрирования? Была такая задачка в семинаре, что интеграл c f от x dx от a до b равняется c интеграла f от x dx от a до b. Геометрически это соответствует тому, что если вы умножаете функцию на константу, то это означает, что ее график просто вытягивается в соответствующее количество раз по вертикали. Это означает, что все площади тоже увеличиваются на эту константу. С точки зрения формальной науки, если вы посмотрите на интегральные суммы, то из интегральной суммы можно вынести константу просто по правилам работы с суммами. Если у вас здесь была сумма c f от x кт со звездочкой на дельта x кт, то это все равно, что c умножить на интегральную сумму f x кт со звездочкой на дельту x кт. Значит, вот эта интегральная сумма стремится вот к этому интегралу, вот эта интегральная сумма стремится вот к этому интегралу. Вот она константа. Я поняла, спасибо. Хорошо, давайте все-таки досчитаем этот интеграл. Что происходит после того, как мы сделали замену переменную? Где у меня этот интеграл-то был? Вот, вот действие закончил. Что происходит, когда мы пользуемся вот этой формулой? Ну, получается, одна вторая. Вроде все равно от одного до нуля. Ну да, это потому что у нас, ну, потому что единица в квадрате – это снова единица. Да-да-да, е в степени t на t штрих на dt вроде бы. Сейчас, здесь уже не должно быть. Вот мы сейчас мы пользуемся этой формулой вот в эту сторону. Здесь же никаких штрихов нету. Просто е в степени t dt. Вот, и чему равняется этот интеграл? Чему равняется первообразная экспонент? Ну, е в степени t первообразная. Да, значит, нам нужно посчитать е в степени t в пределах от нуля до единицы. Ну, получается… То есть это просто, да, что получается? Ну, е на 2 минус 1 на 2. Да, е минус 1 по полу, совершенно верно. Вот мы посчитали этот интеграл. У нас разве не корень из единицы должен быть, а не единица в квадрате? Нет, потому что у нас здесь… Смотрите, у нас x менялся от нуля до единицы. Значит, t, которое равняется x в квадрате, меняется от нуля до единицы в квадрате. Значит, нужно просто посмотреть внимательно на эту замену. Можно вопрос? Вот мы написали, что x квадрат производная, да, вот интеграли повыше, и потом она пропала. Это как? Вот эта производная пропала? Ну, смотрите, я воспользовался вот этой формулой. Вот эта формула говорит, что интеграл от вот этого произведения, вот оно у нас, это произведение, равняется интегралу от функции f по новой переменной t. Поэтому она и пропала. Ну, вот в некотором смысле можно сказать, что вот эта производная, она, как говорят, ушла под дифференциал. То есть вот эта запись, она немножко такая, немножко такая неформальная, но ее часто используют, она, в принципе, в какой-то мере показывает, что происходит. У нас действительно была вот эта вот x, но мы ее взяли и запихнули под дифференциал. Теперь у нас здесь дифференциал не от x, а от x квадрата. Значит, здесь возникла вот эта константа 1, 2. И дальше. Значит, теперь, смотрите, у нас вот здесь вот экспонент от x квадрата и дифференциал здесь от того же самого x квадрата. Значит, теперь мы можем заменить этот x квадрат на новый перемен. Вот обычно рассуждают как-то так. То есть мы вот этот вот x загнали под дифференциал. Но формальное утверждение, вот она, вот она, эта теорема, которую мы только что доказали, и вот мы ее и пользуемся. Спасибо. То есть как бы вот видно, что когда мы переходим в этой формуле отсюда сюда, у нас действительно вот этот со множителем, он как бы пропадает. Но на самом деле он не то, чтобы он пропадает, он запихивается под дифференциал. Он как раз, в некотором смысле, он вылез вот здесь. То есть как бы если мы делали вот переход вот отсюда сюда, как мы эту теорему доказывали, у нас вот этот со множителем вылезал. А именно вылезал он из-за того, что возникало вот это вот искажение в масштабе горизонтальной оси. Соответственно, но на практике мы, как правило, эту формулу используем справа налево, наоборот, чтобы прибить какой-нибудь со множителем, занося его под дифференциал. Вот далеко не всегда работает. Например, если бы здесь была бы экспонент, а не от x квадрата, а от x в кубе, то вот этим приемом мы ничего хорошего бы не сделали. Но иногда работает. Можно задать вопрос по доказательству? Давайте. Вот самый последний шаг, когда мы устремляем вот дельту, макс дельту x к нулю, вы можете еще раз, пожалуйста, объяснить, что мы делаем? Ну, смотрите, значит, мы говорим следующее. Мы говорим, что вот у нас интегральные суммы стремятся к соответствующему интегралу, когда разбиение становится мелким, когда диаметр разбиения стремится к нулю. Здесь я как раз это и написал, что вот эта штука – это диаметр разбиения, соответственно, он стремится к нулю, и в этот момент вот эта интегральная сумма стремится к этому интегралу. Дальше я хочу сказать, что если диаметр вот этого разбиения стремится к нулю, то и диаметр вот этого разбиения тоже стремится к нулю. Это будет справедливо, по крайней мере, если вот это производство ограничено. Видимо, это нужно было потребовать с самого начала, чтобы h' была бы ограничена. Например, достаточно непрерывности h' на этом отрезке. Если это так, то тогда гарантировано, что если вот это разбиение будет маленьким, то тогда и вот эта дельта тката тоже будет маленькой. Ну, как бы оно будет в 10 раз больше, но все равно ее можно сделать маленькой. Поэтому если вот это разбиение становится маленьким, то и вот это разбиение становится маленьким. В этом случае вот эта интегральная сумма стремится к вот этому интегралу. Поэтому эти два интеграла просто равны. Почему? То есть мы говорим, что вот когда у нас диаметр xk стремится к нулю, то у нас при ограниченности производной у нас и дельта tk к нулю, да? И мы получаем, что суммы стремятся к этим интегралам. А как мы показали, что они равны из этого? Ну, как они до предела были равны. И они стремятся... У вас как бы две равные последовательности, два равных выражения. Так, еще вопросы?